Здравствуйте, друзья! Всем привет! С вами Ярослава Геринг из Швейцарии. Сегодня у нас видео будет посвящено болтовне. Я уже вам обещала рассказать о разных сплетнях, которые ходят вокруг колледжа по медиумизму в Англии, в городе Станстед. И это не просто сплетни. Я вообще медиум, кто не знает. Я экстрасенс. Я обучалась многому всему. Вообще в разных городах мира, можно так сказать. У меня обучение, естественно, российское, поскольку я сама россиянка. Хоть у меня уже и швейцарский паспорт, но я все равно считаю себя москвичкой. И, естественно, наша земля, она очень эзотерична. И у меня в крови общаться с какими-то другими измерениями, именно по каким-то таким методикам, которыми работают наши экстрасенсы, которых вы знаете. Я, кстати, в битве экстрасенсов, то, что смотрю, мне это очень ужасно нравится. Так вот, есть еще одно направление в медиумизме, которое называется спиритуализм. Это религия. Родилась она именно в Англии. В Англии, Галлис, там все вот эти дела заморские. Давно, 1800-е года. Ну, хотя эта религия, она, скажем, самая молодая из всех религий вообще, которые сейчас есть. Ну, естественно, сейчас рождаются новые. Ну, они еще совсем свеженькие. А эта уже, так сказать, стоит хорошо на ногах. В Англии я буду говорить про Англию, потому что про Шотландию я была и там, и там. И обучалась именно у священников, да, у священников, которые занимаются спиритизмом. Вот странно, да, кажется. Ну, ладно. В общем, суть такая, что в Англии была построена вилла Артуром Финдлеем. Это один из спиритуалистов. И после своей смерти он завещал эту свою большую виллу церкви спиритуализма. И попросил, чтобы там обучали людей вхождению в контакт с духовным миром. И не просто с духовным миром, а именно с умершими людьми. Они так и сделали. Образовалась школа, которую назвали колледж. Артур Финдлей колледж в городе Станстед, который работает вот до сих пор. Я знаю, что у многих из вас, кто занимается экстрасенсорными практиками, есть большой интерес по поводу работы именно с загробным миром. И, конечно же, все то, чем занимается в том колледже, это развитие этих способностей. Но есть еще своя определенная философия. Есть свои законы, потому что у каждой религии есть свои законы. Они, например, общаются с умершими людьми, поскольку есть подтверждение тому, что через вас говорит умерший человек, который жил на земле. И есть доказательства его жизни, доказательства его смерти, потому что все эти доказательства, которые приводит спиритуалист, не путаться с спиритистами, подтверждаются и через документы, и через слова родственников усопшего. И то, чему обучают там, это тому, что можно доказать то, что жизнь после смерти существует. И этому обучают, как добывать эти доказательства. В этом колледже проводятся все лекции на английском языке. Ну, мы же в Англии, правильно, недалеко от Лондона. Но, видя, что много людей по всему миру хотели бы обучаться духовным контактам, но не все знают английский язык, не все понимают эти слова. Я, например, тоже английский, и он, в общем-то, на таком начальном уровне школьного курса. Все лекции в определенные недели года могут переводиться специальными переводчиками, которые приезжают, для людей, другоговорящих, с английского на их родной язык. И так ты едешь в этот колледж, ты там живешь целую неделю, ты там учишься, ты там ешь. Ну, что ты... Извините, здесь у меня машина впереди, которая что-то заблутала, куда ей свернуть. И, ну, стоит это все, ну, да, стоит, там, без... Безучо, учитывая полет, там стоит около 700 фунтов стерлингов за неделю. Ну, там, где, в общем-то, два дня теряются, потому что там с субботы по субботу. Последняя суббота, там вообще нет никакого обучения. Последнюю субботу ты просто уезжаешь. Поэтому это уже шесть дней, а не семь. И в первый день ты тоже прилетаешь туда. И, в общем-то, обучения как такового нет. Только ты там группу свою узнаешь, ты понимаешь, где ты будешь с кем учиться и так далее, и так далее. Так, мне бы как бы перестроиться. Ну, давай, пропускай меня, молодец. Так, далее. Есть недели, посвященные французскому языку. Даже японцы приезжают на японском, говорят русских. Недель там нет, потому что большие проблемы с визами и так далее. Поэтому, когда приезжают русские туда, они обычно приезжают на английские недели. Я была на пару английских недель, но мне тяжело, потому что у меня английский всё-таки не очень. И я езжу на итальянские недели. То есть, вы представляете, на каждую неделю там живут 100 человек, где-то приблизительно. Едят, спят и так далее. Все разделены по классам. Все учатся, все такие духовные. У всех амбиции. Очень у многих там амбиции такие. Особенно, если ты туда приезжаешь и хотя бы чего-то уже знаешь. Чему-то ты уже обучался, и вот там пальцы растопыриваются. Уже на новичков смотрят прям как на неизвестно на что. Я туда поехала первый раз, ну, наверное, лет 16 назад. Когда я к своей экстрасенсорике, к ченнелингу решила добавить и медиумизм тоже. Думаю, да-ка я поеду туда и всё узнаю именно, и поучусь у людей, которые этим всё время занимаются. Медиумы, там, со стажем более 40 лет. И вот я там плакала. Я там плакала, потому что это просто дедовщина. Гнобят. И я все эти года думала, я всё равно туда ездила. Я пыталась чего-то добиться. Я пыталась быть, ну, если не лучшей, то, во всяком случае, не худшей. И вот когда прошло много лет, я туда приехала последний раз. У нас была как раз публичная демонстрация способностей в нашей группе между учениками. И когда медиум, у которого там стаж 30 лет, сказал мне, ну что, я тебя поздравляю, ты очень хороший медиум. И вообще, вот в этом секторе, когда работаешь с публикой, что мне очень понравилось, думаю, ну, наконец-то я добилась, чего хотела. Ну, было так сложно все эти года. Дедовщина, да. То есть то, что вы смотрите в битве экстрасенсов, я верю тому, что экстрасенсы действительно между собой, друг к другу закрывают, скажем, третий глаз. Что они между собой грызутся, что кто больше знает, начинает как-то унижать того, кто знает. Меньше, потому что здесь происходит то же самое. И люди называют себя духовно развитыми. Я работаю духовным каналом, я весь такой ангельский, я там общаюсь с наставниками, с духовными и так далее. А потом, просто во время упражнений, если вдруг у какого-то новичка что-то не получается, начинает просто его клевать. Это ужас. Очень неприятно на все это дело смотреть. Со всеми ругаться тоже не будешь. Меня уже знают очень много итальянцев, потому что академия, моя академия по парапсихологии, которая вот уже 16 лет как существует, потому что, кто не знает, я живу прямо на границе, я живу в Швейцарии, но на границе с Италией. И поэтому большинство моих учеников итальянцы, я езжу очень много по Италии. Так вот, в Италии меня очень много знают, я провожу и прямые эфиры очень много, и что только не делаю. И на конференции меня приглашают, и на большие конгрессы, посвященные парапсихологии. Слава богу, научилась за все эти года, 25 лет, то, что я живу в Швейцарии, в итальянской части. В общем, достаточно сносно говорить на итальянском языке. Написала на итальянском кучу книг, сколько там я даже счет потерял, 10, 11. И с этими товарищами там сейчас у меня отношения немножко другие, потому что если, когда я раньше приезжала, я была никто и звать меня никак, то сейчас, в общем-то, ко мне начинают прислушиваться, и как только меня видят, говорят, ой, а что ж ты сюда приехала-то, ты и так все знаешь, ты и так там президент академии. И как-то начинают немножко бояться. Но я вот пытаюсь все время таким образом работать, чтобы ни в коем мере не скатиться до такой, ну, не дедовщины, конечно, потому что я никогда этим не буду заниматься. Так, я заезжаю в гараж, потом я вам сделаю видео уже чуть попозже. Ну, а вообще, кроме дедовщины, кроме дедовщины, там идет большая конкуренция и между самими медиумами. Странно смотреть, как медиумы друг на друга наезжают, потому что кто-то более способный, чем другие. В медиумизме, как и в разных вообще способностях, есть очень много разных направлений. Есть транс-медиумизм, когда медиум входит в состояние транса и там из транса вещает, то есть у него совсем не работает его сознание. Есть медиумизм живописный, то есть искусство. Там, что происходит, там, когда медиум входит в определенное состояние транса, но у него открыты глаза, и он использует свои художественные способности для того, чтобы запечатлеть на бумаге лицо умершего человека. Потрясающе. У кого есть артистические способности, это просто вообще феноменально. Еще. Есть медиумизм с животными. Есть медиумизм телепатический, такой нормальный, которым, в общем-то, все всегда так как-то занимаются. Есть медиумизм паранормальный, там, где летают предметы и так далее. Я, когда была в этом колледже на английских неделях, я ездила туда именно для того, чтобы увидеть своими глазами, как работают медиумы с паранормальными явлениями. Обалдеть. Это очень интересно. Почему это только английская неделя без перевода, потому что, когда медиум находится в состоянии транса, перевод будет ему мешать. Поэтому ему нужно будет паузы делать во фразах, чтобы его могли переводить. Ну, в общем, это не очень удобно. Медиум надо расслабиться. И я поехала туда. Несколько лет назад это было. В общем, два медиума. Два медиума были в разное время. В общем, их отправили по домам и сказали, больше сюда к нам не приходите. Сами пригласили, а потом говорят, больше сюда не приходите, потому что кто его знает, чего вы там, может быть, вы жульничаете. Хотя все прекрасно знают, и все они медиумы, и прекрасно понимают, что когда работает медиум, какие у него энергии. Достаточно быть даже просто ясновидящим, чтобы понять, если ты в медиумическом контакте или нет. Когда у меня работают мои студенты, и когда только начинают просто с экстрасенсорики переходить на медиумизм, им надо и энергии тоже перестраивать. Я вхожу в их контакт и чувствую, что у них происходит на энергетическом плане, с кем они в контакте, с энергией человека, для которого они работают, или с энергией духовного мира. Все это чувствуется, поэтому я не думаю, что медиумы, которые работают в этом колледже, у них меньше способностей, чем у меня. Ну нет, конечно, зависть, господи, какая там идет зависть, просто невозможно. А потом все говорят, мы на службе у духа, ну да, ну да. Короче, студенты между собой ругаются, меряются силами, но я думаю, что все это идет из-за того, что они видят, как друг к другу относятся сами учителя. Вообще пипец. Когда я туда приезжаю, я, в общем, стараюсь себя вести как-то по-другому. То есть я смотрю на то, что происходит, и понимаю, что я не хочу быть таким учителем и не хочу быть таким учеником. Для меня это как школа жизни, а не просто как школа по медиумизму. Давайте сейчас я вам расскажу, чем мы там вообще занимаемся. Во всяком случае, это в те недели, когда я туда приезжаю. Ну там все недели похожи друг на друга. Нет там медиумов, которые там постоянно работают. Нет. Приглашают кто-то там заведующим этим колледжем, у него есть список медиумов, и вот он приглашает. Говорит, вот сейчас у нас будет немецкая неделя. Начинает всех обзванивать и говорит, у кого есть возможность приехать и неделю жить в колледже. Потому что у всех тоже семьи свои, тоже там, кто чем занимается в жизни. И вот кто-то говорит, да, вот у меня есть свободная неделя. Ну, давай тебя, значит, на немецкую неделю. Будешь говорить, естественно, на английском, там у тебя будет переводчик. И, в общем, вот так вот собирается группа где-то пяти-шести медиумов. Там у них есть главный в группе, который все это дело планирует, кто собрание там у них собирает. Вот. И они приезжают в назначенное время, в назначенное место и начинают собирать свои группы. У каждого есть своя специальность. То есть нет такого, чтобы обучали все одному и тому же. Абсолютно нет. Есть группы для начинающих. Те, кто только-только начинают изучать медиумизм, и туда много запихивают экстрасенсорики. То есть это психометрия, это чувствование предметов, чувствование людей, цвет. Там, может быть, даже по чакрам где-то проходятся. Рисуют ауру, пытаются понять, что означает тот или иной цвет. Потом постепенно, постепенно, в течение недели переходят и к медиумизму тоже. Но экстрасенсорики там больше. Много философии, объясняют. Потом есть группа, обязательная, связанная с медиумическим целительством и с медиумизмом в трансе. Но это более для тех, кто хотя бы чуть-чуть понимает в медиумизме, кто уже прошел какой-то курс. Потом есть курс по медиумизму среднему такому и медиумизму, который уже вот более для продвинутых. То есть я, когда сейчас езжу туда, мне уже будет, естественно, неинтересно с новичками упражнения какие-то делать. У меня медиумизм сценический, у меня частные сеансы, но уже на таком уровне, что я давно этим занимаюсь. Поэтому я когда туда езжу, я в основном иду в продвинутую группу. Но иногда бывает, что вот захочется мне целительства. Я сейчас поеду туда опять. Поеду я в июле. Вообще итальянские недели проходят там три раза в году. Я могу ехать только в июле, потому что я целый год работаю. У меня нет совершенно времени для того, чтобы на целую неделю уехать на обучение. Поэтому, когда заканчиваются у меня все школы, я туда еду. Я поеду и в этом году тоже, на следующий год я не знаю. В общем, посмотрим, если опять в ту группу попаду. Ну, там все время люди меняются, конечно. Там не всегда один и тот же народ едет. Или, может быть, пойду в транс, в целительство. Посмотрим, как пойдет. Вот что вот у меня прямо в тот момент мне захочется. Потому что группы выбираешь, когда ты туда приезжаешь. Ты видишь, что за учителя. Там, когда приезжаешь, в три часа тебе дают комнату твою. Приезжаешь, заселиваешься. Потом в пять часов собрание. Это я по их времени говорю. В пять часов собрание. То есть там представляются все медиумы, которые будут работать, учителя. Рассказывают о своих курсах. Дают тебе бумажку для того, чтобы ты мог написать, какой ты курс выбрал. Напишешь свое имя, фамилию, какой курс. И потом идешь на ужин. Ужин там в шесть часов вечера. Ужинаем. И опять возвращаемся в общий зал для собраний. Где уже распределяют всех по группам. В зависимости от того, что ты написал. Но иногда бывает так, что одна группа какая-то может быть переполнена. Поэтому тебе всегда говорят, пиши второй вариант. Если, например, в первую основную группу, куда ты хочешь, ты не попадаешь, пиши второй вариант, чтобы тебя в альтернативную группу куда-то взяли. Если я, например, хочу пойти в группу продвинутых, а там будет уже много народу, я пишу, что я хочу в группу целителей. И меня могут отправить туда. В общем, что еще рассказать. И так целую неделю ты не можешь уйти из твоей группы. Ну, в общем, можно, конечно, поменять группу, но это как-то не особо приветствуется. Когда я езжу в этот колледж, я всегда пытаюсь совместить приятное с полезным. Вы знаете, что на моем канале я очень много рассказываю о парфюмерии. Поэтому я каждый раз, когда туда еду, я беру с собой отливанты, потому что не буду же я с собой флаконы целые везти. и пробую мои парфюмы в атмосфере вот такого ученичества. То есть я там студент. Я доприезжаю, упражнения всякие разные, скандалы, скандалы расследования. Я в этой каше варюсь, настроение постоянно меняется, причем нахожусь я еще и в Англии. Там совсем другая природа, там другой запах земли этой английской. И вот я смотрю, как у меня парфюмы открываются и вот в тех условиях. Это все очень интересненько. Так что кому интересно, я оставлю здесь в конце ссылки на две мои предыдущие поездки парфюмерные. И в этот раз тоже потом сделаю. Когда поеду, сделаю вам уже все. И это видео, и опять парфюмы будут, и все на свете. И рассказываю немножко об упражнениях. Что за упражнения дают? Если хотите, расскажу и подробнее тоже. В основном это для того, для тех, кто интересуется развитием своих медиумических способностей. Все. Вот вам рассказала, как и обещала. Давно обещала это видео, так что вы уж меня простите. А сейчас в машине еду, вспомнила об этом. Думаю, что мне еще такого сделать по поводу экстрасенсорики. И вспомнила, что меня просили рассказать об этом колледже. Ссылку на колледж, если хотите, я тоже оставлю. Вообще называется Артур Финдлей колледж. У кого хорошо с английским языком, ну, сделайте себе такой подарок. Приезжайте на обучение. Тем более сейчас в моде вот эта вся битва экстрасенсов и так далее. А вдруг захотите пойти на битву, и вам нужно подучиться медиумизму. Я, конечно, тоже обучаю. Но так как я живу в Швейцарии, я своих соотечественников обучаю в основном по скайпу. Да, ради бога, хотите попробовать вообще никаких проблем. Вдруг у вас к этому есть способности. Но я обучаю классическому медиумизму, именно спиритуалистическому. Если вам интересно, о чем идет речь, почитайте книгу, которую написал Алан Кардек. Он написал много книг. Это как родоначальник спиритуализма. Он написал много книг. Но те книги, которые вам могут быть интересны, это книга медиумов и книга духов. Ну, написано все в стиле 1800 года. Поэтому там стиль такой. И, конечно, сейчас медиумизм, он стал более современный. Постепенно уже по-другому работают. Ну, в общем, так, чтобы понять, что от медиумов требуется, что такое духовный мир, эти духи, кто это такие, почему они приходят, почему они с нами разговаривают. Будет интересно для общего развития, почему бы и нет. Вот так. Все, я наконец заехала-приехала. Всех целую и обнимаю. Будут какие-то вопросы, обращайтесь, пишите ваши комментарии. Лайк поставить мне будет очень приятно. И вы мне тоже составили компанию, вот пока я была за рулем. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok